В законную силу документ вступил с 1 марта. Теперь, причастным к нему службам и ведомствам, необходимо внести изменения в положение и регламенты. Коррекции на муниципальном уровне требуют ряд позиций. Изменился порядок формирования земельных участков. Установлены четкие сроки аренды для каждого конкретного случая. Изменения внесены в закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям Светланы Иосифовны. У нас должен быть регламент, внесены изменения в положение. В частности, многодетная семья должна подать в МФЦ заявку для постановки на учет в качестве нуждающихся. Только стоящие на учете смогут впоследствии выбрать земельные участки из перечня, утвержденного Советом Города-Курорта. Еще одно поручение главы с целью пополнения доходной части бюджета провести работу с перечнем земельных участков, являющихся муниципальной собственностью. У нас есть такие объекты. Есть имущество, есть земля в основном. Имущества немного, земля. Думайте, где она расположена. И предлагайте арендатору получить ее в собственность. По итогам прошлого года, значимыми для исполнения бюджетных назначений стали средства, полученные в результате эффективного использования муниципального имущества, а также его приватизации. Помимо этого, на совещании говорили об эффективности проведения Дней здоровья. Весенний цикл посещений сельских округов мобильной поликлиникой заканчивается. На предстоящей встрече планируется расширенный состав специалистов. Помимо онкологов, невропатологов и традиционных врачей, будут иммунологи, инфекционисты. 28 марта с 10 до 14 часов. Медики побывают в ДК Станицы Анапской. Напоминаем, консультации и исследования бесплатны. Важно только иметь при себе медицинский полис и паспорт.